добрый день дорогие друзья скажите какое сегодня у нас число алюшенька 8 июня помимо стройки да но у нас не у нас сейчас я начну с новости потом перейдем к стройке мне очень не терпится у нас друзья пополнение видимо этот дом помечен кошками илья помечена как каким-то образом но мы нашли семью которая в этом сарае уже живет где-то месяца полтора да и увидела я их заметьте опять когда лёша здесь лёша может быть это ты привлекаешь кошек а может быть это вообще не в доме дело и не во мне не в моей любви как ты считаешь маруся пришла рожать к нам когда лёша здесь был буквально там на один денек дня три назад мы заметили рыжую кошку которая сначала ошивалась у нас здесь по двору а потом мы здесь работали я вам потом покажу нашу стройку и вдруг я увидела что эта кошка выходит из сарая из этого я ее конечно прогнала и мы плотно закрыли сарай лёша говорит она беременная ищет место но оказалось что она уже давно не беременна она уже место определила я по моим подсчетам где-то в апреле и вот только три дня назад мы увидели и потомство и кошку и кроме кошки я еще друзья увидела еще трое взрослых кошек то есть мы посчитали 7 кошек мама рыжая сейчас вот мы сейчас чего делаем мы здесь забаррикадировали дверь ну нам просто не нужно было туда пока ходить лёша сюда вот поставил цемент мы его укрывали а теперь придется мне вытаскивать все вот это хозяйство пеноплексу ничего не будет и на улице определять им там место сейчас буду делать какую-то ну найду какую-то коробку постелю что-то им туда чтобы они привыкали людям они же диковатые очень красивые два котенка один рыженький котик я вчера посмотрела и девочка трехцветная очень красивая денежная кошечка так что друзья кому кто хочет привлечь денежки в свой дом и сделать доброе дело обращайтесь пожалуйста они немножко подрастут она сейчас их покормит и конечно же мне опять это все хозяйство пристраивать так вот три дня назад мы прогнали эту рыжую кошку забаррикадировали сарай дверь да и два дня котята там были и они молчали друзья они молчали они молчали с апреля вы можете себе представить я же здесь вытаскивала грунт вот здесь вот все время я находилась я ни разу не услышала писк вот такие умные занимался бордюрами лёш но они бы и вчера не пищали если бы мы дверь не забаррикадировали они просто голодные они двое суток потому что кошка не могла туда наверх поднялась они чувствуют когда она она поднялась на крышу сарая кошка и они видимо ее учу или и ну начали кричать мяукать и уже конечно это тор мы услышали поняли что уже поздно баррикадировать дверь что там уже котята они все вылезли вот сюда как мы их увидели они все сюда вышли кошки не было вот ну и все дальше все понятно я просто удивляюсь как можно было с апреля им где-то по месяца полтора я вчера пыталась кормить они не еще не кушают сами они ее сосут но они очень красивые в общем здоровая котята кошка такая ну я думаю что она уже старая рыжая ну в общем сейчас вот это все я я им там и корм положила и молочка налила и водичку поставила сейчас вот это все мы вытащим здесь я сделаю им местечко ну а потом будем будем да будем пристраивать кроме этой кошки я вчера там картошку полола я увидела еще одну кошку похожую на маруську кстати которая орала не своим голосом глядя на меня но не подошла еще увидела серого серую не знаю кошка это или код в общем я не знаю что вообще что происходит друзья или такая доля моя собирать здесь всех чеплыгинских кошек и котов и пристраивать я не знаю или они чувствуют вот эту вот энергетику и что их здесь не обидят и все лезут сюда короче вот такая у нас новость ну а сейчас вам покажу немножко что здесь мы уже понатворили в основном конечно лёшик мы засыпали сюда песочек но это просто пробный слой чтобы нам не топтаться по грязи по пылюки и насчет на случай если пойдет дождь вот лёшик установил бордюр вот здесь он уже мертвый стоит вот так на такой немного гравийные подушки вчера здесь выпиливал потому что здесь если вы помните вот так идет канализационная труба вон он вот и пришлось выпиливать бордюр чтобы выйти в уровень еще здесь лёшик все это дело видите укрепил вот такой металлической сеткой это еще будет штукатурится и вот такая перфа лента о которой я говорила вам уже что мы будем при помощи вот этой перфа ленты и вот этой сетки здесь все усиливает фундамент все цоколь я все почему-то называю фундамент этот цоколь а вот очень хорошо что я здесь все сначала про штукатурила нанесла слой мне это знаете друзья мне это напоминает стоматологический кабинет вот когда зубы у вас разрушаются и вы потом их начинаете ремонтировать вот так и с нашим фундаментом по типе постепенно наращиваем наращиваем слой укрепляем закрываем утепляем в общем вот так здесь я тоже вчера сначала вот этим вот этой штукатурка юнис next арма слой тоже здесь вот вы видите сеточкой все это дело за штукатурила вот там где сырое это я сегодня с утра штукатурила вчера у меня не хватило силенок доделать до конца то есть вот это все делала вчера лёшек мне месил раствор потому что уже болят у меня так суставы что ну в общем не буду жаловаться но уже выдохлась но штукатурить надо делать надо поэтому делаем лёшек вот здесь провел вот эту рысочку вот вы видите черный фломастер это уровень там будет ну это уровень отмостки так скажем верхний уровень вот это все еще будет здесь опять устанавливать по шнурке вот это мордюрный камень потом будем засыпать все это у текстиль до геотекстиль засыпка утрамбовка утепление и в общем решили мы сначала делать отмостку а потом утеплять уже пеноплексом цоколь вот такие наши продвижение отмостки мы будем как делать не сразу то есть мы делаем слой засыпки но это понятно но дожди потом укладываем пеноплекс и вот когда укладываем пеноплекс например с этим и цоколь а потом уже заливается сады так хочешь я думала ты бетоном хоть и этом нужда да 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 я поняла чтобы в общем мы сейчас говорим чтобы избежать пояса холода что такое пояс холода я узнала это чтобы бетонная отмостка не касалась цоколя вот потому что бетон это хороший проводник поэтому сначала засыпка пеноплексом отмостку делаем лёша как мы потом будем не топтаться это по этой отмостки с пеноплексом замечательно как потом замечать да я только сейчас вот рассказывая сама представляю этот весь процесс но в общем нам наша задача сначала нанести пеноплекс на цоколь в отмостку закрыть вот этот пояс холода а потом уже делать заливку отмостки чтобы бетон уже соприкасался не с непосредственно с самим цоколем а с уже с утепленным цоколем то есть он будет касаться пеноплекса его и мы тогда избежим вот этот пояс холода я думаю что прилегание да да чтобы при грунт все равно движется друзья это же наша земля вот при движении грунта чтобы ну не разрушалась отмостка скажем так бордюрчики мы решили использовать как уровень отмостки ну и как бы завершенные будет да вот здесь потом что с этим вот делать вот я сейчас немножечко вот сюда вот так слезу чтобы вы понимали вот это вот конечный то есть вот 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 здесь будет отмостка выливаться вот здесь отмостка будет вот до уровня вот этого выливать но она же будет внизу получается крайний уровень будет здесь а теперь посмотрите что сверху этих бордюр какой слой земли вот с этим нам нужно что-то вот с этим бугром делать ну пока мы об этом не думаем сейчас занимаемся вот здесь отмосткой утеплением цоколя а дальше уже как говорится будем решать вопросы по мере их поступления но сейчас давайте пройдем в огород все ссылочки я пошел работать да да я сейчас покажу вчера я там полола картошку заливала вчера поливала лук видите все увлажненное все мокрое вот мне еще нужно трава прет вот здесь вчера заливала перчик перчик очень любит влагу и вот такое затенение картошечка вроде кто пошла и даже уже не видела там бутончики ни одного жука посмотрите друзья какая красота средства престиж работает вот вчера я 3 рядочка здесь уже сделала ну и мне там вот останется еще в общем одну треть я сделала посмотрите друзья показываю ни одного жука обработали картошку перед посадкой и забылись все проблемы с жуками с собиранием с травлей и так далее дороговато я конечно средства но поверьте она того стоит вот ни одного жука ни одного друзья вот в общем сейчас иду разбираться в сарае готовить корзиночку для этой кошечки и котяток потом буду пристраивать ну и конечно же я думаю что я вам их покажу лёшек пошел там уже с тачкой возить щебень сейчас будет сюда засыпать делать вот эту подушку устанавливать бордюр ну в общем друзья вы видите что работа у нас движется уже начинает кое-что вырисовываться так что я надеюсь что у нас будет все хорошо и все у нас получится так что не отчаивайтесь и вы если у вас много работы и вы там купили дом не совсем с удачным фундаментом или еще какие-то проблемы все это друзья решаемо все решается если конечно есть средства есть силы ну и самое главное есть ваше желание что-то делать вот оно это чудо друзья мой убежал хорошенькие такие сейчас я вам сделаю сейчас сейчас пока уберу еду надо все вытащить а потом поставлю вот так а вот 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...